ПЕСНЯ Скоро 25 лет, как приехал я в Инту, на голое место. Шла война, стране нужен был уголь. Помню, как работали по 12-13 часов смену. Вручную грузили вагонетки и подавали их на гора. Не хватало спецовок, вовсе не было сушилок, душевых. А сегодня, скажем, обойди все шахты Инты, все подряд. И старые, и новые. Отбойного молотка не увидишь, не то что вагонетку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На наших северных дорогах не всегда угадаешь, что ты на севере, притом на крайнем. Когда приехал в 43-м, от станции до поселка 12 километров, добирался по Лежневке 6 часов, куда не глянешь, кочки, карликовый кустарник. В его зарослях ютилась будущая Инты, одинокая палатка. Жили в ней первые специалисты и архитектор города. Сегодня это кажется вполне обычным делом, строительство жилых домов. А тогда нужен был кирпич, начали строить кирпичный завод. Нужны были пиломатериалы, строили лесопилку, нужен был бетон, взялись строить бетонный завод. И все на лошадях по зыбкой тундре. Все, что не сохранило память, хранят эти фотографии. Приглядитесь, какими были улицы Инты и какими стали. Да, много воды утекло. Нас, старожилов, непросто чем-либо удивить. Но случится в погожий день, увидишь на берегу Инты купальщиков и усомнишься, крайне ли это север. Инты купальщиков и усомнишься, крайне ли это север��. Чеснай-хран Элемен ты находили уголь. В 1915 году Российская Академия Наук получила целую коллекцию интинских углей. И что же? Да ничего, так и лежала она, вызывая удивление, будто привезли ее с того света. Так как на севере постоянные льды и хлебопашество невозможно и никакие другие промыслы немыслимы, необходимо народ удалить с севера во внутренние страны государства. Интересно, чтобы ответили царские министры шахтеру Юрию Ананьеву на приглашение отобедать с его семьей в ресторане на берегу Инты. Съезжались мы в Инту отовсюду. Из сел и деревень Коми Республики, из Донбасса, Москвы, Ленинграда. Если же вы побываете когда-нибудь в Инте, то познакомитесь с ее коренными жителями. Это наши дети и внуки. Пройдут годы, многие из них уедут. Вот и мой сын уехал, чтобы продолжать образование. Нет у нас пока высших учебных заведений, но я уверен, большинство ребят вернется. Такой уж край, полярный Урал. И ветрами остудит, и дождями омоет, и снегом заметет, и заворожит. Любой из них согласится со мной. Накрепко привязывает к себе эти края и работа. Конечно, если работа не способ к существованию, а дело по душе. На что пригодна угольная порода? Издавна считалось ни на что. Вот ее и сваливали в терриконы. Кентинские инженеры рассудили иначе. Во-первых, пришли к выводу, угольная порода отличный строительный материал. Во-вторых, породу не сваливать в терриконы. Терриконы горят, загрязняют воздух. И породу решили вывозить в тундру. Хотите еще подтверждение, как трудно расстаться с Интой? Знакомьтесь, начальник автопаркового хозяйства Вячеслав Бондаренко. После института Вячеслав приехал к нам на три года, а работает уже все семь. Всякий раз, когда я собираюсь рассказать об Инте, чем она была и чем стала, я всегда вспоминаю прожитые годы. Ведь только тогда можно понять, как круто изменилась наша жизнь по сравнению с недалеким прошлым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.